Добрый день! Сегодня на обзоре японские бенгальские сказки с иллюстрациями Орвика Вобла, собственно говоря, из-за которых, наверное, и имеет, главным образом, имеет смысл брать эту книгу. Издана она издательством SZKO, питерское издательство новое. Я, честно говоря, покупаю книжки во первый раз. Сразу тут по листу я покажу иллюстрации. Их здесь семь десятков. Не то чтобы много, но и немало. Учитывая, что в книге чуть более 400 страниц, иллюстраций достаточно много. Попадаются они часто. Иллюстрации на восточную тематику. Такие в восточно-японском стиле. Книжка разделена примерно на две равные половины. Половина сказок японские. Половина сказок мингальские. Такое интересное сочетание. Восточное, конечно, но такие совершенно разные цивилизации. И связано это, скорее всего, именно с тем, что хотели показать иллюстрации господина Гобла, который рисовал их в начале и в первой половине XX века. Работал именно над книжной иллюстрацией. Ну вот они добрались в кои-то веки до нас. Издана книжка достаточно хорошо. Бумага плотная, красивая. Интересно, значит, что? Интересно то, что издательство, как оно заявляет в предисловии книжки, работает с дровой переплетной мастерской. И есть несколько изданий номерных. То есть вот у меня это издание относительно обычное. Ну, как обычно из-за иллюстрации оно все равно стоит больше тысячи рублей. Со всеми скидками и прочими. Есть издание, которое в кожаном переплете, которое на еще более дровой бумаге. Сколько оно стоит, честно говоря, не знаю. Я его даже не видел. Так, значит, как уже говорил, книжка разделена на две почти равные половины. Есть иллюстрации и сказки бенгальские. Есть сказки японские. Подборк антологии. Я таких не встречал, честно говоря. Я с японскими сказками вообще, можно сказать, встречаюсь в первый раз, как-то никогда не пересекался. А бенгальские сказки, которые есть в других моих сборниках, которые есть у меня, ну вот, таких не попадалось. То есть антология интересная, антология новая. Ну, конечно, самое главное иллюстрация. Издание хорошее, плотное. Несколько раз уже попадал на лясцы. То есть закладочка есть своя. Такая дорогая, плотная. Там, в итоге, бумага. Золотой переплет. Кстати, это серия. То есть эта книга не одна. Я вам еще покажу в следующий раз японские мифы. Купил вместе эта книга. Там иллюстрации еще больше. Ну, там чисто японская тематика. И там не сказки, а именно японская мифология разбирается. Такой интересный очень труд по японской мифологии. Вот, если вас интересуют необычные сказки. Если вас интересуют необычные сказки, японские и ингальские, то есть индийские, то настоятельно рекомендую. Книжка интересная, переведена. Ну, неплохо переведена. Видели, конечно, лучше, но читать можно, скажем так. Ну, приемлемый, вполне перевод читабельный. Плюс необычность. Вот такое издание японских и бенгальских сказок. Ну, хорошая книжка, рекомендую. Мне понравилась, у меня вот такая библиотека появилась.